Аукцион невиданной щедрости в Одессе. Власти города по дешевке распродают коммунальную недвижимость и одновременно покупают квадратные метры по завышенным ценам. Сомнительные сделки местные депутаты рассмотрят завтра, а сегодня наши журналисты попытались разобраться в этой бухгалтерии. Коммунальную собственность одесские власти продают регулярно, причем зачастую по одной и той же простой схеме. Сначала квадратные метры сдают в аренду определенному человеку или предприятию и уже буквально через месяц-два арендатор на первоочередных правах приватизирует помещение. Так произошло и здесь. Центр Одессы, переулок Маланово. 250 квадратных метров в этом здании чиновники собираются продать некоему гражданину по интересной цене. 250 долларов за квадратный метр. Журналисты изучили планируемую сделку. Согласно их выводам цена занижена в несколько раз. Средняя цена жилой недвижимости в этом районе, она где-то около 800-900 долларов за квадратный метр. Коммерческая недвижимость, в зависимости от этажности, может стоить еще выше. Этот вопрос будут завтра рассматривать на сессии горсовета. Интересно, что депутатам предложат проголосовать за еще одну сделку, но уже наоборот. Купить жилье для нужд города. Всего 15 квартир. И снова по интересной цене. 900 долларов за квадратный метр. Вот в этом новострое. Это уже не центр Одессы, а ее окраина. Поселок Котовского. Представляясь обычными покупателями, звоним в отдел продаж. Нам сразу предлагают цену на треть меньше. Это 600 долларов за квадратный метр. Это третий, четвертый этаж. Есть металлопластиковые окна, бронированные двери металлические и батареи. Получается разница в 300 долларов за квадратный метр. В Одесской мэрии поясняют. Во-первых, предложений на рынке очень мало. И так с большим трудом нашли этот новострой. Во-вторых, в эту сумму включены все налоги и дополнительные платежи при оформлении. И в-третьих, квартиры уже частично отремонтированы. Стоимость квартиры, соглашусь, не низкая, но она включает в себя приборы учета, плита, полы, даже светильники, розетки. Ну все. То есть человек заходит и живет уже в этой квартире. Журналисты заметили еще один нюанс. Жилплощадь покупают у одной и той же фирмы, которую связывают с партией действующего мэра города. Это компания, конечным бенефициаром которой является депутат Одесского городского совета. От доверия делам стоимость серьезно завышена. Наверное, это, конечно, предмет уже изучения других органов, скажем так. Но у нас есть много вопросов. При этом, отмечают журналисты, практически всегда к подобного рода сделкам привлекаются одни и те же фирмы. Но интерес к этому проявляют разве что СМИ. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Индер. Одесса.